Добрый вечер! 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 Первый его просто взял под стражу и на следующий день уже предал мучениям, мукам различным, чтобы всячески попытаться его отговорить от православия, от истинной веры. Ну и великомучник восклицал только, что я буду с Господом, был, есть и буду с Христом, он всегда, все время своей жизни и в этом мире, и в мире уже ином. И мужественно претерпевал все те казни, которые ему придумывал этот князь города. В конце концов ему просто отрубили голову, выведя за город. Но перед этим он претерпел очень множество мучений. Поэтому великомучник называется, да? Да, но вообще есть мученики, которые просто пострадали, их просто убили. То есть им поставили такой выбор, ты либо приносишь жертву богам языческим, либо мы тебя убиваем. Ну как вот новомучники наши, да? Как у нас новомучников, то есть мы знаем из истории, новейшей истории нашей страны, что в революционные годы просто ставили условие, либо ты отрекаешься от веры, либо мы тебя расстреливаем. Ну это мученичество. А когда не просто убивают, а когда еще мучают часами, днями. То есть вот человека, допустим, кожу содрали с него и потом положили, ну что думали, он умрет, а он выживает. А его потом жгут огнем, его потом колесуют, четвертуют, что там только не делают с ним. А он, то есть вот такие мучения, как великомученик Екатерина, также великомученик Мина перенес все такие же муки и страдания. И его вера и твердость в православном вероисповедании, они, так сказать, перебороли все вот эти муки, страдания. И всю эту борьбу он перенес и вошел в Царство Небесное таким образом. Так же, как и великомученик Федор Тиран, Федор Стратилат, Дмитрий Солунский и так далее. То есть их много, таких воинов-мучеников, вот в ряды их и вошел. Удивительно, да, что там вот есть русские среди них, русские святые? Ну, мы говорим сейчас, конечно же, о древних гонениях, то есть о Римской империи, да, Византийской империи. Но, конечно же, там русских еще не было, потому что мы были крещены чуть позже, Русь крестилась, да. Среди великомучеников русских святых нет. Потому как здесь не было таких гонений с такими мучениями, с таким измышлением. Да, есть мученики, которых просто убивали. Ну, либо мы не знаем о таких великомучениках ничего, потому что и такое может быть, что кто-то пострадал. Вот есть у нас, например, мученик, священномученик Кукша, да, который пришел сюда из Киепичевской лавры и вот в Москве проповедовал христианство. Мы знаем, что семь лет он проповедовал, а потом его замучили и убили. Жрецы вятические, которые воспротивились, они были язычниками, они христианской вере воспротивились, они видели для себя в этом, так сказать, полное уничтожение их достоинства языческого, жреческого. И поэтому они его просто убили, но перед этим мучили. И опять мы не знаем, какие муки он перенес. Какая мера бы страдания была, да? Да, может быть, он тоже великомученик по тем мукам и ранам, которыми нанесли жрецы перед убийством. Мы этого не знаем, но мы знаем, что он вот... А священномученик, потому что он в священном сане был. Да, священник-мученик, да. Если преподобный-мученик, то есть это преподобный, то есть монах, не священник, мученик. Ну или просто мученик. Преподобный-те, кто подобился Господу, да? Те, которые поставили перед собой вот такую удивительную задачу, приблизиться к Богу житьем, то есть преподобный. То есть можно уподобиться Богу, быть просто благочестивым. А есть высшие степени уподобления Богу, то есть преподобие, когда человек берет на себя постнические труды, когда человек отказывается, так сказать, от семьи, от детей, от естественной жизни человеческой, которая тоже Богом благословленная. Но он ради любви к Богу, он отрекается от этого всего, уходит в монашество. А еще и в монашестве он может на себя наложить еще более сложные какие-то послушания. Ну, например, там, вкушение еды раз в неделю. Вот и такие были. Ну, и главное, внутреннее качество смирения, да? Конечно же, это все лишь внешнее орудие для достижения внутренних целей. Пост, отречение от жизни мирской и прочего, да, монашеские обеты. Это все для достижения внутреннего устроения духовного такого, что приблизило бы человека к Богу настолько, что он мог воззреть на Господа, вот, так сказать, своим чистым сердцем в течение всех своих дней жизни земной. И это, ну, такой стимул, который двигал вот в этом направлении многих монашествующих. Ну, например, Серафим Саровский. Или Сергий Радонежский. Да, да, то есть, ну, самые известные святые, они тоже были преподобные. Дальнейшая судьба известна великомучниками, может быть, где-то мощи его есть? Мощи есть в многих странах бывшей Римской империи, то есть, это Египет, Болгария, там, Румыния, по-моему, еще и другие страны, православные, конечно. И в России тоже, наверное, частички мощей сейчас есть, просто мы уже не отслеживаем последних вений, потому что, ну, с наступлением такого паломничества, когда в России были открыты границы, когда можно было ездить и в Грецию съездить, там тоже частички мощей были. И в другие страны, то, я надеюсь, эти мощи все-таки были перевезены в Россию, но у нас просто нет таких сведений. А тело его сохранилось потому, что, ну, его, когда обезглавили, его положили в костер тело его, чтобы сжечь, но остатки этого тела верующие, православные собрали, унесли в Александрию, там захоронили. И на этом месте уже была построена потом церковь дальнейшего великомученика. Ну, наверное, храма, да, прямо в честь великомученика Мин, наверное, сейчас ни одного нет, да, есть какие-то... Есть пределы у нас, да, у нас в России есть пределы, которые, ну, вот как вот у нас, то есть у нас храм Святой Троицы, но в нем два предела, святителя Николая и мученика Мина. Также и в других местностях российских есть такие же храмы с такими же пределами великомученика Мина. Обычно эти такие вот пределы или даже храмы строят те люди, которые сами были воинами, которым великомученик помогал, ну, вот как у нас, например, в монастыре это произошло, потому что был генерал от инфантии, я сейчас не вспомню его фамилию, но он пришел в наш монастырь и сказал, я хочу вот профинансировать строительство храма, чтобы он был более широкий, более красивый, то есть храм Святой Троицы, он был двухпредельным сначала, потом к нему еще... Это начало 20 века, получается? 19-й. 19-й. Соответственно, и он... Но у меня, говорит, единственная просьба, что вот один из пределов будет великомученик Мина, потому что он мне помогал в моих военных, так сказать, деяниях, то есть он был воином в нашей, в Российской империи. Некоторым он помогает как в здоровье, в каких-то проблемах с семьей, в проблемах скорбных и тягостных на работе или в жизни, или еще в каких-то нападениях. При нападках, наверное, веры, как он сам претерпел, наверное, за веру. Конечно же, он не может не оставлять тех, кто претерпевает нападки за исповедование православной веры. Он помогает и в поисках там уворованных вещей, он помогает даже искать людей, потерявшихся людей. То есть это все в его, так сказать, в дальнейшем, после того, как он был прославлен, все это было записано в его житие, потому что все это было отмечено явными такими фактами из жизни прихожан того храма, где его мощи были захоронены. И это вошло в его житие уже посмертное. Как он помогает, и как люди к ним обращаются, и какие от него происходят исцеления и прочие чудеса. А какой вообще общецерковный смысл страданий великомучеников? Для чего нужно так вот их мучить? Ну, мы помним, что вот все эти страдания, они были перенесены в основном в начале христианской проповеди в Римской империи, когда 300 лет после воскресения Христова церковь православная, она распространялась по Римской империи. И распространяли ее, конечно же, апостолы и ученики их, но и последователи учеников апостолов. И, естественно, не всегда им было возможно проповедовать в спокойном режиме, вот как мы сейчас с вами разговариваем. Часто распространение веры происходило именно в таком ключе, что их мучили, а они во время мучения проповедовали Христа. И люди, которые, как зрители, стояли вокруг таких показательных казней, они, видя, какие чудеса происходят в момент мучения этого человека, то есть его убивают, а он не умирает, его всячески пытают, а он претерпевает это и не отрекается, и стоит в вере. И явно видели помощь Божию в этом. И тогда множество людей на примере таких великомучеников обратилось к вере, как, например, великомученик Пантелеимон, как другие, великомученик Георгий и прочие. То есть это проповедь Евангелия через мученическую кровь, пролитие ее. И, конечно же, это особая проповедь, которая ни с чем не сравнима. Просто говорить слова о Христе, распространять веру православную среди язычников – это уже трудно, потому что попробуйте прийти в какую-то аудиторию, где вас не понимают, где к вам относятся часто с насмешками, а то и со злобой, и попробуйте их убедить в том, что вот вы правы, а они не правы. Очень трудно. А если вас еще и будут бить, а то и убивать, и мучить, то это еще сложнее происходит. Вот здесь мы как раз видим, что Господь этими чудесами от страданий великомучеников проповедовал Евангелие и православие во всей Римской империи. То есть на крови мучеников строилась церковь. – Хотелось бы спросить такое ваше личное мнение по нашему наблюдению. То есть каждое время, соответственно, каждая проповедь. Вот как мы сейчас с вами разобрали, то есть великомученики нужны было все время, чтобы там апостолы, чтобы их тоже приземлили мучение. Вот сейчас мы живем в такое время. Взять советское время, там, наверное, даже наши бабушки, наверное, на плечах пронесли вот это все. – Там тоже было своеобразное мученичество, потому что мы знаем, что Хрущев, например, воздвигал гонения на церковь и говорил, что к 1980 году, 1980 году, я вам покажу по телевизору последнего священника. – Причем в грубой форме, да? – Да, да, я не буду повторять его слова. И на этом, так сказать, церковь исчезнет. То есть все, мы этот вопрос решим окончательно и бесповоротно. Будет общество социалистическое, с коммунистической идеологией, и никакого бога, и никаких священников, никакой церкви нам не нужно, мы коммунизм построим к 1980 году. Ну, мы знаем, чем все это закончилось, да, развалом Советского Союза и прочими вещами, совершенно нам тяжело очень переносимыми, потому что это все равно наша страна, и, конечно же, любящий русское государство, как бы оно ни называлось, он все равно будет переживать, когда его пытаются разрушить. Ну, поэтому в момент, когда Хрущев гонения воздвигал во время советского, прошлого нашего, конечно же, были и мученики. Но они больше были такие бескровные, а как бы духовные мученики, хотя и тоже сажали в тюрьмы, и тоже людей пытались принудить, и некоторые поддавались на это, даже священники были, которые поддавались на принуждения, такие силовые. И отказывались от сана. Отказывались от сана, да. И, ну, то есть грустные были такие же моменты. Но были те, которые все это перебороли, перетерпели, в том числе и наши бабушки, которые просто за поход в храм на Пасху их лишали премии, их лишали там очереди на квартиру, их лишали хорошей работы. То есть это все были тоже гонения и тоже какой-то степени мученичества. Да, мы над ними смеемся, они, в общем-то, наверное, и пронесли до нас. И нам донесли, да, донесли то величайшее сокровище государства российского, которое мы сейчас имеем их трудами, их усилиями. Вот на ваш взгляд, что сейчас, вот каким образом можно укрепить церковь, да, то сейчас нету, слава Богу, в нашей стране, в России, да, таких вот страданий за веру, за Господа. Вот каким образом сейчас люди могут прийти к Богу? Ну, во-первых, сейчас есть гонения в других местах, да, но мы знаем, что вот, например... Особенно близких, близких нам братских. Да, да, мы знаем, что вот на Украине есть гонения на русскую православную церковь, да, украинскую, но московскую патриархату, и их просто избивают священников, отнимают храмы, выгоняют всех верующих, и там становятся униаты, и кто там только не получается. Да, и слава Богу, те воины, которые сейчас там, они не допускают, чтобы это перешло на нашу сторону. И, конечно же, это все происходит не случайно, то есть это яркий пример того, что давление на православных, и сейчас оказывается, ну, например, на Украине, давление бесовское, да, при, так сказать, если убрать за скобки политические какие-то моменты, то просто вопросы веры там сейчас очень болезненно, и в том числе и мученичество происходит, то есть некоторых священников просто убивают сейчас православных на Украине. К сожалению, эти факты исторически уже есть. Но есть такие же факты, когда убивали там в Африке коптов, они тоже христиане, не православные, но христиане, их за веру убивали. И таких случаев и сейчас есть, не в таком количестве, как в Римской империи, там сотни и тысячи были убиты. Сейчас, может быть, это в меньшей степени, но тем не менее, там закрытие, например, Киев-Печерской лавры, это что это? Разве это не гонение? Гонение, конечно же, и так далее. Поэтому здесь мы можем и сейчас такие примеры видеть в нашей жизни. Но в России нет сейчас гонений на веру, у нас совершенно свободное вероисповедание, и восстанавливаются храмы, монастыри, и мы видим, что множество людей идет в храмы, монастыри для крещения, для воцерковления, для того, чтобы венчаться, исповедаться, причащаться. То есть мы видим сейчас такой рост, я бы сказал, веры в государство российское. Как нам сохранить, передать дальше? Вопрос, на самом деле, очень сложный, потому что каждый период жизни государства российского были различные нападки на церковь. Различные. Ну, допустим, самый яркий из старых примеров, как царь Петр лишил церковь патриархов. Все, вот взял и просто указом запретил. Патриархов больше не будет. Это тоже гонения были на православную церковь, хотя он и поддерживал церковь. Ну, вот управлял им церковным, так сказать, весь всем аппаратом царь. И это было восстановлено только в революционные годы, когда царская власть ушла и появилась возможность восстановить патриаршество на Руси. То есть, таких примеров различных потрясений церковных, ну, например, раскол при патриархе Никоне, да, настробрядцев и остальных, так сказать, верующих христиан. Это и сейчас такие же, только новые волны искушений захлёстывает нашу церковь. Ну, там есть и новейшее течение язычества, да, которые говорят, что вот Русь, она в язычестве была сильна, хотя даже государства не было. Были разрозненные племена, каждый из которых там поклонялось кто-то Перуну, кто-то там другим богам языческим, и друг с другом воевали, у кого бог сильнее. То есть, мы видим, что объединение этих племён Кривичей, Вятичей, Весь, Меря, Мурома и прочее, их соединило как раз православие, в единое целое государственное такое вот образование. Даже простых таких вещей исторических, к сожалению, люди закрывают на это глаза. И эта проповедь сейчас, неоязычество, она яркая, и её видно, поэтому с ней тоже надо к ней аккуратно относиться. Также есть даже проповедь сатанизма, откровенного сатанизма, или других каких-то языческих культов, или восточных религий. Сейчас есть очень много таких сект. Мы у всех, так сказать, ещё в памяти Аум Синрикё и прочие нападки на церковь. Поэтому, конечно же, мы должны в каждый период жизни государства российского оценивать те нападения на православие и правильно давать им отпор и реакцию правильную выстраивать. Потому что это наша цель существования Руси. Господь создал Русь для хранения православия. Да, ну а нашему, наверное, поколению и для наших детей очень важно будет сохранить православие. И в нас, наверное, должна быть эта закваска. Потому что, как мы видим, идёт иноверцев очень много в нашу страну, в нашу Россию. Лет через 20 как раз православие-то может быть в корне-то оставаться уже меньше-меньше. И наша задача как раз иноверцев обращать в нашу православную веру, чтобы наша Россия была православной. Ну, таких случаев много, когда бывшие, так сказать, переехавшие из Узбекистана, Таджикистана, бывшие иноверцы, они становились христианами. Их много, крещённых. И в храме можно наблюдать всё больше и больше людей как раз. Да, да, да. И вот наша, наверное, задача как раз вот, наверное... А что далеко походить? У нас вот с татарами много столетий уже существуем, Казани и прочее, да. Но там же есть как татары в одной вере, так и татары в другой вере. То есть множество татар-христиан, множество татар-мусульман. То есть мы это тоже видим. Также и буддистские регионы страны, где буддизм проповедуется, там тоже есть и буддисты, но там есть и христиане. И это всё, у нас опыт есть этого делания, да, сохранения православия, самоидентификации нашей государственной. Потому что без православия мы тогда будем просто, ну как шарик воздушный, то есть снаружи надута. Да и не будет, наверное, и России не будет, если не будет православия. Ну, лопнет это всё, конечно, потому что внутреннее должно быть содержание. Да, я предлагаю прочитать отрывок, да, Евангельский, который, может, как раз нам и даст, наверное, какой-то ответ на вопрос, да, в честь вот мученика читается в храме за литургией, такое оно составное Евангелие, небольшое, но несколько там стихов. То есть от Матфея из главы 10, стихи 32-33, 37-38, из главы 19, стихи с 27 по 30. Пожалуйста, давайте прочитаем. Послушаем Евангелие. Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня. И кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Пётр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили всё и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые и последними, и последние первыми». Такой отрывок, да, для многих людей, которые далеки от церкви, он такой немножечко спорный, да, там отказывают русских. Для них могут резать слух, так сказать, некоторые выражения. Да, мы сейчас дальше перейдём, а пока вот начнем прямо детально разбирать. Итак, кто всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. Почему Господь недовольствуется только одной сердечной верой, но и требует устного от нас исповедания? Ну, конечно же, мы всегда, так сказать, можем слышать от многих, «А зачем мне храм ходить, а зачем мне там священники?» Я вот внутри себя верю, и этого достаточно, да. На самом деле этого недостаточно. И есть такая фраза, что от полноты сердца глаголи, то есть говорят уста человеческие. То есть если сердце наполнено любовью к Богу, наполнено верою во Христа, наполнено твёрдым таким основанием на православных позициях, то человек не может внешне этого никак не проявить. Мы так устроены, что если я что-то люблю, то я к этому тянусь. Если я, наоборот, к чему-то равнодушен, то мне всё равно, что там, как происходит, неинтересно. Вот когда человек говорит, что он верует в Бога, но ему неинтересно ни жизнь по вере, ни какие-то знания о Боге, знания о Его заповедях, чтение Евангелия, чтение молитв, посты, то есть всё, что Господь заповедовал, ему неинтересно, то тогда он сам себя обманывает, и других обманывает тоже, говоря, что он верует в Бога. Да, он знает, что Бог есть, но он его не любит, потому что иначе бы любовь его сподвигла на проявление её внешне, телесно. Как проявляется любовь? Словом, действием, движениями какими-то. То есть здесь мы как раз приходим к тому, что всякий любящий Бога, он обязательно будет проповедовать Бога пред людьми. Он не сможет отказаться от Бога, если он его любит. А мы часто попадаем в такие ситуации, когда надо как-то проявлять свою позицию по отношению к Богу, по отношению к церкви. Ну, например, просто проезжая в автобусе мимо храма, а верующий крестится на храм, а псевдоверующий отворачивается в другую сторону. Ну, как будто храма не видно. Поэтому мы в этом как раз и проявляем свою любовь или равнодушие. Да, как говорит святой апостол Павел, сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ну, и кроме того, человек стоит из души же и тела, поэтому наше тело тоже должно задействовано быть. Ну, конечно же, мы же в момент, когда Господь произведет страшный суд, то душа с телом опять возобновит общение, то есть тело будет восстановлено и воздастся и душе, и телу по заслугам. То есть мы станем либо целостными в Царстве Небесном, либо целостными в аду. В зависимости от того, что делала наша душа и тело. Поэтому всякое делание, будь то внутреннее, духовное делание души, либо внешнее, телесное, оно все получит воздаяние. Поэтому если мы исповедуем телесно, то и тело участвует в проповеди, как и душа участвует в этой же проповеди. То есть здесь и воздаяние дается и телу, и душе. Ну как раз для тела, у нас сейчас пост начинается скоро. Да, это тоже одно, в том числе и исповедание того, что я верую, поэтому я пощусь. Господь постился 40 дней, и я пощусь 40 дней. Я беру с Него пример. А если я верю в Бога, но не беру с Него пример, ну тогда что же я за верующий? Господь говорит, да, что кто отречет от меня пред людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом на Небесном. А всегда ли человек знает, что он отрекся? Нет, не всегда. Люди часто с удивлением узнают, когда приходят, например, побеседовать со священником, с удивлением узнают, что они грешат. Ну да, я живу там с женщиной или с мужчиной, а что тут разви-то плохо? Но когда начинаешь спрашивать, а венчина расписана? Нет, нет. И причем это у меня уже не первое. То есть, ну, говоришь, это блуд с точки зрения Божьей. И это предательство Бога, потому что Господь сказал, не блуди. Вот есть 10 заповедей. То есть нарушение заповедей – это уже предательство? Это уже одна из частей предательства. Когда мы, например, не постимся – это тоже малое, но предательство. То есть мы не следуем за Господом. Когда мы не причащаемся, не исповедуемся, не ходим в храм, мы пренебрегаем тем, что Господь нам оставил для нашего спасения. И это тоже предательство. Господь говорит, творите мое воспоминание, а мы здесь забываем. А мы не хотим в его воспоминания вкушать тело и кровь Христова. Не хотим. Господь говорит, ну, он сам ходил в храм Соломона, Господь, и молился там. Мы читаем это в Евангелии. Мы видим, что в жизни Господь очень ревно относился к храму Отца Небесного. Мы помним, как он выгнал оттуда миновщиков и прочих из храма. Веревкой просто всех выгонял. А мы в храм даже не ходим. Нам неинтересно, и что там, зачем это все нужно. То есть мы даже не проявляем интерес. Не то, что ревность. А Господь-то ревность к храму Божию проявлял. И опять мы здесь предаем Господу. Опять мы отстраняемся от того пути, который сам Господь нам показал в своей жизни. Вот дошли до момента. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Еще говорит Господь, в другом отрывке, враги человека домашнего. Вот как нам здесь трактовать. Ну, действительно, так сказать, с первого взгляда мы здесь видим противоречие. То есть Господь в пятой заповеди говорит, что чти отца и мать, и благо тебе будет долголетен, будешь на земле. А здесь говорится о том, что тот, кто не отречется от отца или матери, тот меня не достоин. Как бы противоречие, да? Что же такое? Почему же так-то? Ну, на самом деле, конечно же, Господь не призывает к отреканию от отца или матери полностью и перестать им помогать, перестать участвовать в их жизни. Нет, Господь говорит о другом. Тот, кто не любит отца или матери, менее, чем меня. То есть меня надо любить больше, чем отца и мать. То есть это ключ, более, чем меня. Да, больше, чем Бога у нас в этой жизни не должно быть никого. То есть он первый в череде. А потом за ним уже идут близкие, сродники, или какие-то друзья, или еще кто-то. Но первым должен стоять в этом пути, с кем мы встречаемся и идем по жизни, с любовью к ним относиться, это сам Господь. Он об этом говорит. А уж далее ты, конечно же, должен любить и отца, и мать, и детей должен любить, и братьев, и сестер. Всех должен любить, даже врагов ты должен любить уж, на что. Это же вообще тоже опять такое противоречие в голове. То есть как это? Врагов возлюби, подставь, если по одной очеке ударили, подставь другую, и молись за врагов своих, а тут вот отрекись от отца и матери. Но, конечно же, это не так. То есть мы должны в совокупности все рассматривать. И именно речь идет о любви к Богу, которая превыше всего. И мы знаем две заповеди, которые Господь сказал на вопрос, какие заповеди более всего есть. Господь сказал, возлюби Бога всеми силами своими, всей мыслью, всем сердцем. Всей душой. Всей душой. Всей крепостью. То есть это первая заповедь. И вторая заповедь – возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть мы даже здесь, в этих заповедях, видим, что он на второе место поставил любовь к ближним. И не сказал всеми силами, всей душой, всем сердцем. Нет, он сказал, как самого себя. Ты хочешь этот кусочек, например, себе получше? Вот отдай ему. Да, то есть тут тоже уменьшение. Она вторая заповедь, и она уже менее требовательна, чем первая заповедь. Первая заповедь должна, по старшинству, мы должны первую заповедь исполнять. И в ней мы читаем, что всеми своими возможностями мы должны любить Бога. А уж ближнего мы должны любить, как самих себя. Мы же самих себя не любим всеми своими возможностями. Нет. Так же и здесь из этого исходит ответ на этот вопрос. Почему мы должны Бога любить? Ну и потом, естественно, если рассуждать дальше, что без Бога не было бы ни отца, ни матери, не было бы ни близких, ни сестер, ни братьев, ни детей бы не было без Бога. То есть это источник всех наших благ и всех наших добродетелей и добрых дел. Господь, если мы Его убираем из этого, так сказать, вот с этой точки зрения, то тогда откуда все взялось у нас хорошее? То есть, значит, мы сами такие хорошие, мы сами источники добра, мы сами источники любви, мы сами источники детей там или прочего. Но на самом деле это, конечно же, не так. То есть мы ничего не можем без Бога сделать хорошего. И об этом мы тоже не считаем в Евангелии. Без меня ничего доброго сделать не можете. Да, а то даже Евангелист Лука, он еще добавляет, что к родственникам не носит, даже к самой своей жизни. И жизнь в том числе мы не должны любить больше свою, больше, нежели Бога. И здесь мы как раз подходим как раз к великомученику Мини. То есть он возлюбил Бога настолько, что свою жизнь отринул полностью в пользу проповеди Христовой. И опять, почему вдруг мы должны свою жизнь любить меньше, чем Бога? Да потому что источник жизни только Господь. И тот, кто возлюбит себя больше Бога, он с этим потеряет и жизнь свою. Да мы сами не знаем, чего мы хотим. А это еще сложнее. Ладно, если человек как-то определился, с ним можно говорить, да, у него какие-то есть критерии, которые можно оспаривать, которые можно там как-то дополнять. А если человек все равно, он равнодушен, он ни рыба, ни мясо, как мы говорим, да, он теплохладен, не горяч, не холоден. Вот таких Господь извергает из уст своих, мы читаем об этом в Апокалипсисе. То есть мы должны иметь четкую позицию по всем вопросам. А когда мы ее не имеем, то это тоже Богу... Значит, композиция должна на православие, да, потому что, как мы любим, сейчас у нас Новый год на дворе наступит, да, и мы начинаем, вот чтобы все твои мечты там сбывались. На самом деле так страшно, если будут все мечты сбываться. Ну, да, если разбирать мечты людей неверующих, то мы там увидим столько нечистоты и столько страстей, что лучше они не сбываются. Да даже под чистотой, если мы подразумеваем, например, кто-то желает непременно получить, ну, допустим, работу какую-то, да, а потом оказывается, что в этой работе-то и счастья-то нет. На самом деле, да, и работа в работе рознь, и если мы работу ищем по своему тщеславию, не для того, чтобы содержать себя, семью, детей, это один подход, да. Ну, как апостол Павел, он, например, шил палатки и этим жил, то есть на такой вот скромной работе, но про апостола Павла говорят все последние две тысячи лет. Не потому, что он шил палатки, а потому, что он любил Бога и проповедовал, и, соответственно, даже жизнь свою отдал за любовь к Господу. За это его помнят две тысячи лет. А если мы ищем в своей жизни только хорошую работу, где будет какой-то карьерный рост, какие-то тщеславные моменты, нас будут хвалить, нас будут уважать, мы, скорее всего, не запомнимся человечеству даже на ближайшие десяток лет. И вообще Господу виднее, что нам полезно. Это безусловно, потому что сам Господь управляет всем этим миром, и волосы на главе вашей сочтены, ни один из них не упадет без воли моей, говорит Господь. Поэтому и с этой точки зрения мы тоже должны любить Бога и бояться Его, чтобы Он не предал нас в руки истязателей. И здесь, в этом мире, если мы попадаем в какое-то искушение, то это значит какое-то попущение Божие для Его промысла о нашем спасении. И здесь мы, опять же, должны обращаться к Богу, чтобы и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. То есть мы это просим в молитве Отече Наш каждый день, утром и вечером. Почему? Потому что и это тоже в руках Божьих. И здесь всякий человек, который не хочет страдать, не хочет иметь какие-то проблемы, ну, хотя бы ради чувства самосохранения должен читать эту молитву и просить у Бога помощи. Следующий час я разбираю. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» И Господь говорит, да, «Истинно говорим, что вы, последовавшие за мной в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете, и вы на двенадцати престолах судите двенадцать колен Израилевых». Вот что, апостолы, они прямо как-то судьи будут? Нет, единственный судья в мире – Господь. Тот, кто все нам дал, тот и может спросить за дадины нам все, как мы этим пользовались. Апостолы, они будут лишь свидетелями и, может быть, даже молчаливым укором, сидящие рядом с Господом, они будут показывать лишь то, что они-то смогли, они-то жизнь свою потеряли ради проповеди христианской. Поэтому здесь израильтяне упоминаются, да, то, что они вот в одно время… Да, народ израильский, то есть как апостол, они же из еврейского, так сказать, рода, и все евреи, которые не возьмут и, так сказать, в свое сердце любовь к Богу и не придут к Христу, то они будут судиться на страшном суде, и им укором будет присутствие их одноплеменников, апостолов. Как, наверное, любое поколение, да, ведь Господь неоднократно говорил, что сядет со мной на престоле тоже, да, и там апостол говорит, что будем царствовать с ним. То есть те люди, которые спасутся, они будут, наверное, укором тому поколению, с кем они в одно время жили, да? И поколение, и общему там племенному какому-то принадлежности, да, то есть мы сами будем видеть и своих сродников спасающихся, да, которые будут нас укорять, ну как же ты, я же тебе говорил, ходи там, молись, причащайся, не греши. То есть это все будет, у нас впереди все это. То есть такие малые как бы укоры от наших сродников, даже вот некоторым во сне снятся родственники и говорят, ну умершие родственники говорят, ну зачем, почему ты не ходишь в церковь, почему ты грешишь, почему ты не делаешь, что я тебя учил. То есть это все уже сейчас присутствует. А тем более это будет присутствовать на страшном суде, когда все соберутся воедино, и все друг друга будут видеть, и все друг о друге будут знать все тайны сейчас сокрытые. Ну представляете, какой ужас будет, когда вас увидят обнаженным абсолютно, и то, что вы сейчас прячете, свои страсти, свои какие-то духовные недуги, там оно обнажится, и там все все это увидят на страшном суде. Это как сейчас, да, вот воин наш на специальной военной операции, да, вот такой вот как юмор, что ли, шеврон он себе там и на каски там одевает, на броники, то, что мама сказала надеть. Вот это для нас из материального, наверное, а также вот и в духовной сфере. Ну да, конечно, поэтому стараться надо все-таки здесь быть, как будто мы обнажены. Мы действительно перед Богом обнажены. То есть Господь, Он не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце человеческое, Он видит все, что в нас происходит. Он знает все, что с нами происходит, и все, что мы хотим делать или делаем. И, конечно же, вот опять же, из чувства самосохранения постараться надо очистить себя от всего, что может встать между нами и Господом на страшном суде. Да, последняя фраза, вот отрывка евангельского. Многие же будут первые последними и последние первыми. Ну, это говорится о людях, потому что, ну, например, те же народ израильский, который ждал Мессию, он был первым из ожидающих Мессию, но не принял, да, часть народа израильского, не принял и Христа, и они были первыми ожидающими Христа. Им было предвозвращено пророками об этом, они об этом знали с детства. Но так как они не приняли, они стали последними. Они до сих пор, множество евреев, не принимают Христа, они последние в этой череде последователей за Христом. Конечно же, это касается и не только евреев, это касается и каждого из нас, потому что даже священников, казалось бы, они первые, да, они перед престолом стоят, они разглашают евангельские истины, они проповедуют, но если они сами живут не по вере, а где-то согрешают, то они могут быть последними. И вообще пред Богом нету достоинств, так сказать, человеческого характера, то есть князь ты там или бомж, там правитель ты какой-нибудь, или инженер, то есть здесь не важно, кто ты, важно, какой ты, то есть что у тебя внутри, в душе находится. Поэтому и многие там бомжи станут первыми пред Богом, а президенты последними, то есть здесь они были первые, а там они будут последние. Это тоже надо понимать с точки зрения вот духовной, нравственной составляющей, тогда мы правильно будем выстраивать свою жизнь. Да, как ты сказал, мне не важно, говорит, толщина свечи, мне пламя, и ты свечи покажешь, насколько хороша эта свеча. Ну, действительно, наши, ну, как Господь и говорит, что по плодам древо познается. Наши дела, наши поступки, желания, слова и проявления внутреннего, они нас характеризуют в глазах Божьих. Ни звания, ни деньги, ни какие-то привилегии, ни почитание людское. Мы знаем, что Антихриста будут почитать вся планета Земля, за исключением, так сказать, верующих православных. И что? И он будет последним. Он будет первым здесь, будет правителем всей Земли, и будет последним на суде Божьем, он будет в аду. Вот это тоже. И еще Господь тоже говорит, да, в другом месте, да, кто хочет быть первым в Царстве Божьем, будет всех последним на земле и всем слугуя. И это тоже. Он сам показал этот пример, когда омыл ноги апостолам на Тайные Вечери. Он зачем это сделал? Он так и сказал апостолу, вы потом это поймете. То, что я сейчас делаю, вы сейчас не можете понять. А потом поймете. Потому что он хотел показать то смирение, с которым он, Господь, омывает ноги своим ученикам. Также и мы должны служить своему ближнему, невзирая на его статус, так сказать, социальный. Мы должны служить всем и вся без исключения, потому что именно это Богу угодно. Именно так Господь устраивает. Он посылает дождь и солнце и на верующих, и на неверующих, и верующих, и православных, и неправославных, на всех. Он всем услуживает и дает возможность жить, возможность кушать, возможность спасаться. Так и мы должны эту возможность предоставлять тем, которые от нас зависят. Да, кто больше, наверное, смирится, тот и будет первый. Полтора минуточки, пожалуйста, закрепленное слово вам к передаче. Ну, конечно же, передача такая о великомученике и о исповедании Христовом. Она способствует каждому из нас, конечно же, не на мученический подвиг, но на то, чтобы себя хоть чуть-чуть сподвигнуть на служение Господу, надо приложить усилия. Царство Небесное нудится, поэтому принуждайте себя. И в этом тоже какое-то частичное, малое мученичество есть, это тоже Богу угодно. То есть там, где вы от себя отнимете, там вы прибавите своей душе. Помоги Господи вам. Да, ну и есть у нас пример, как великомученик Мина, да, великомученик Мина, моли Бога о нас. Да, так и есть. Спасибо, Господи. На сегодня все. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok